ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, дорогие друзья, снова с вами Зомбирус. Уже отпахав 47 часов в окопах Battlefield 1, я готов вам рассказать о классовых стволах 10 ранга. Чтобы прокачать класс до 10 ранга, вам просто необходимо играть за нужный класс. Для полного анлога класса требуется около 7-8 часов. Как получить больше опыта? Ну, во-первых, нужно выполнять свои прямые обязанности. Медикам лечить, поддержки раздавать патроны, снайперу использовать сигнальный пистолет, а штурмовику уничтожать технику. Во-вторых, играть в отряде. За игру в отряде вы в конце раунда получаете бонус. При эффективной игре можно получить двукратное увеличение очков опыта. В-третьих, в составе отряда нужно постоянно выполнять и отдавать приказы, и это дает 200 халявных очков опыта. Ну, а в этом ролике мы рассмотрим один сайд арм и 4 основных ствола, которые открываются за 10 ранг. И начнем мы с Мартини Генри. Это финальный анлок класса «Снайпер». Пушка создана в США, но была взята на вооружение войска Англии в 1871 году. Использовала патрон на дымном порохе с округленной пулей калибра 11,43 мм. Винтовка после снятия с вооружения была очень популярна у охотников на особо крупных животных – медведей, носорогов и слонов. Слонобой Генри – очень интересная винтовка класса «Снайпер». Ориентированная на бой в рамках коротких и средних дистанций. И при правильной игре это очень эффективное оружие. Но! Всегда есть но! Генри – очень требовательная винтовка. Скилл для владения и понимания дистанции требуется крайне высокий. Винтовка однозарядная, перезарядка проходит за 2,5 секунды. А снова система урона, она не ваншотит на дистанции до 30 метров. Хотя стартовый урон самый высокий в классе. Генри сносит 90 хп до 20 метров. Из-за этого Генри не дает вам право на ошибку и требует от вас правильного выбора сайдарма. Характеристики. Урон стартовый 90 на дистанции до 20 метров. Урон максимальный 100 на дистанции от 30 до 80 метров. Урон минимальный 70. Стартует на дистанции от 140 метров. Темп стрельбы 38 выстрелов в минуту при зарядке проходит за 2,5 секунды. За 8 часов игры за снайпера и 200 облигаций вы получаете очень сложную и в то же время фановую винтовку с невероятным уроном. Но на постоянной основе ее использовать сложно и даже не нужно, так как есть более эффективные варианты на таких дистанциях. Например, Ли Энфилд. И это не только из-за долгой перезарядки и одного патрона. Главная проблема Генри это скорость полета пули. Как и экспериментальный М1903 Спрингфилд, Генри обладает самой медленной пулей в классе. Скорость полета всего 440 метров в секунду. Открывать рекомендую, но только для фана. Это не заменитель того же Ли Энфилда на коротких дистанциях. Сайдаром, который мы сегодня рассмотрим, уже легенда. Калибри. Самый слабый ствол за всю историю игр в серии Battlefield. Финальный анлок класса снайпер. Из Генри у них получается забавная тима. Слон и моська. Ствол был придуман неизвестным австрийским Кулибином. Это, конечно, не подкованная блоха, но это реальный огнестрел, который использует двухмиллиметровые патроны. Всего было изготовлено тысячи единиц столь специфичного оружия. Самое забавное, что я лично полюбил этот ствол. Это не Фантомы и не Мерслека. Это реально фановый ствол. У него даже есть свои плюсы. Например, высокий темп стрельбы в 450 выстрелов в минуту. И как пушка для добивания противника с 10 хп, она заходит на ура. Плюс, это идеальный способ опустить своего противника. Вы представьте, как же, наверное, стыдно умереть от этой крохи. Характеристики. Урон максимальный 5 на дистанции до 5 метров. При попадании в голову на этой дистанции сносит 25 хп. Урон минимальный 1. Темп стрельбы 450 выстрелов в минуту. Перезарядка полная проходит за 4,3 секунды. Тактическая за 2,9 секунды. Сразу скажу, что характеристики примерные, так как пока что нет точных данных по перезарядке и дистанции нанесения максимального минимального урона. Но могу сказать, калибри это шутка, сделанная чисто для фана или челленджа. Вот я лично собираюсь получить жетончик на это чудо-оружие. Вам всем рекомендую открыть, чтобы постичь такой тонкий юмор от компании DICE. Ну а теперь переходим к серьезным пушкам. За 10 ранг у класса штурмовик вы получите пистолет-пулемет Хиллеригер 1915. Какой-то актуальной информации по этой пушке я не нашел. Разработан в 1908 году. Был ли он на вооружении? Неизвестно. Сколько их было? Инфы нет. Участвовал в войне? Никто не знает. Этот австрийц, в отличие от калибри, очень интересный анлок, который вполне может заменить берету или MP18. В балансе пистолетов-пулеметов он занимает позицию четкого средничка с некоторыми особенностями. Он не такой жесткий, как берета на дистанции до 20 метров, но может перестрелять большинство стволов в игре. На средних дистанциях он хорош, но за счет своего темпа стрельбы MP18 чуть лучше. Хотя MP18 не всегда затащит при прямом столкновении с М1915. Из-за того, что ствол использует водяное охлаждение, MP1915 перегревается при долгом зажиме. Ну там на 20-30 выстрелов. Так что весь потенциал магазина на 60 патронов раскрыть полностью нельзя. Характеристики. Урон стандартный для класса пистолетов-пулеметов. Максимальный 23 до 15 метров. Минимальный 13,5 от 38 метров. Темп стрельбы 650 выстрелов в минуту. Перезарядка полная проходит за 3,3 секунды. Тактическая за 3,75 секунды. Но не только перегрев будет раздражать, но и перезаряд. Перезарядка с патронами в магазине дольше, чем перезарядка пустого 1915. Почему так сделано, непонятно. Но главный минус этого ствола общий боезапас на 120 патронов. У вас по факту всего два магазина, которые отстрелить очень легко и быстро. Хотя минус во многом упирается в имбециллах, которые берут пулеметчиков и не выполняют свои прямые обязанности. Главный плюс ствола это отдача. Она очень мягкая и позволяет эффективно работать как на короткой, так и на средней дистанции. Плюсом еще можно отнести темп стрельбы, который высокий для Battlefield 1. Хотя это не берета 971. Финальным анлоком класса Медик стала очень спорная винтовка. Самозарядная винтовка Люгера образца 1906 года. Общаясь внутри нашей YouTube БФ Тусы, существуют разные оценки этого ствола. Кто-то считает ее очень плохой, кто-то даже не смотрит в сторону Люгера. А мне лично эта винтовка понравилась. Винтовка была разработана Георгом Люгером. Он ее сделал в 1905 году на основе автоматики своего пистолета. Было сделано несколько опытных вариантов, но в серию винтовка не пошла. Сказать, что это лучшая винтовка в классе, никак нельзя. Урон, как и у 1916 Мандрагона, магазин на 5 патронов и перезарядка обоймы. Эти факты сразу вызывают отторжение со словами «А чем же он хорош?» У Люгера очень мягкая отдача. Иногда кажется, что ее просто нет. Удобная мушка и самый высокий темп стрельбы среди высокодамажных ДМРок. Он стреляет на 22 выстрела быстрее, чем Мандрагон или Маузер 1916. А еще у него очень низкий разброс при стрельбе в прицельном режиме, который на уровне снайперской версии Мандрагона. Характеристики. Урон максимальный 40 на дистанции до 26,5 метров. Урон минимальный 35 на дистанции от 51 метра. Темп стрельбы 300 выстрелов в минуту. Перезарядка обоймы, включая отвод затвора, займет 2,8 секунды. Как и в случае Риготи, рекомендую отстреливать полностью 5 патронов и перезаряжаться по патрону только в экстренном случае. Винтовка прекрасно подходит для обороны позиций и работы на дистанции. В атаку идти с Люгером я не рекомендую. Ну а худшим стволом за 10 ранг я считаю финальный анлок класса поддержки. За все свои труды, мучения с местными пулеметами вы получаете еще один нету пулемет. Инфы про канадскую винтовку Хоута практически нет. Сделано в одном экземпляре. Вот все, что я знаю. Хоут во многом похож на Льюис, но только обладает магазином на 26 патронов, а не 47. Темп стрельбы 475 выстрелов в минуту против Льюиса с его 480. И это, наверное, первый официальный копидайз ствол в Battlefield 1. Характеристики. Урон максимальный 21 до 20 метров, минимальный 15 на дистанции от 35 метров. Перезарядка полная займет 4,25 секунды, тактическая 2,85 секунды. Главное отличие от Льюиса скрыто в перезарядке, она меньше на пару сотых секунды. Во многом это Льюис и следует его использовать как Льюис, то есть оборона позиций и работа на средней дистанции. В ближнем бою плох и для более вариативной игры лучше взять штурмовой вариант Браунинга, который открывается за третий ранг поддержки. Тратить на этот канадский пулемет свои 200 облигаций я не рекомендую, поэтому пропускайте этот ствол спокойно. Ну а думаю на этом все, дорогие друзья. В комментариях пишите, что бы вы хотели бы увидеть по поводу Battlefield 1. Также делайте репост этого видео. Первый гайд по стволам 10 ранга в ру-сегменте ютуба. Увидимся на поле боя. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok